Здравия всем! Сегодня мы вновь поговорим о стимбое Кацухира Атома, великолепном аниме-фильме, которые ругают все и вся, а я наоборот хвалю. Действительно, стимбой заслуживает всяческого внимания зрителей. И почему вы выясните сегодня? И хотя вам казалось, что вы могли выяснить это в прошлом подкасте Киновед, сегодня мы более углубленно проанализируем стимбоя. Зачитывая миллионы цитат об этом аниме-фильме, мы будем разбирать каждую и послушаем как кинокритиков, так и самого автора аниме Кацухира Атома. Обещаю, как обычно, будет интересно. Ну что, одевайте свои параранцы, надеюсь, вы их никуда не дели после прошлого подкаста. Отправляемся в путь, летим навстречу силе пара. А начать, конечно же, стоит с кинокритиков. Джерри Бэк. Вот он пишет просто и ясно. Это даже не надо комментировать. Стимбой – это научно-фантастический ретро-эпос, действие которого происходит в викторианской Англии. То есть стимбой затрагивает множество разных жанров. Тут и научная фантастика, тут и ретро-возвращение в прошлое, в эпоху условного Дэвида Копперфилда. И тут эпическая, даже блокбастерская составляющая. О том и следующая цитата. MyReviewer.com. Стимбой – это приключенческий экшен, вроде Индианы Джонса или Мумии. Сказано очень верно. Марк Коул. Стимбой – это, пожалуй, самый экстравагантный и красивый фильм в жанре стимпанк. Вот об этом, кстати, как-то не принято говорить. А то заругали стимбоя, а о самом главном забыли. С точки зрения жанра стимпанка, стимбой – это колоссальное событие. Ну, не будем же мы помнить только один ходячий замок Хаяо Миядзаки. Нет, стимбой куда монументальнее, величественнее и эпохальнее именно с точки зрения разработки жанра стимпанк. Так что обязательно посмотрите, если любите какого-нибудь условного Майкла Муркака. О нем еще сегодня поговорим. Дальше Марк Коул. Такой фильм, как стимбой, мог снять исключительно мастер анимационного кино. Да, можете ругать сколько вам угодно, но стимбой все равно остается выдающимся произведением большого художника, которым Кацухира Атома, создавший Акиру, создавший воспоминания о будущем, Безусловно, является. themanime.org Стимбой – это визуально невероятный фильм. Анимация стимбоя заслуживает похвальбы за то, что она настолько хороша, насколько это возможно в современную эпоху. Это отличный фильм. Даже тот, кто не является фанатом аниме, будет в некоторой степени впечатлен фоном и техникой рисунка стимбоя. Подтверждаю каждое слово. Вот я был впечатлен. Стимбой, пишут дальше, это энергичный, но бездушный мультфильм. Он впечатляет только своей графикой, но персонажи и сюжет стимбоя забываются моментально. Ух, я об этом рассказывал в прошлом подкасте и, конечно, буду рассказывать в сегодняшнем. С моей точки зрения это не так. Но давайте отложим эту тему, которая будет чаще всего выскакивать в сегодняшнем подкасте, немного наперед. Читаем дальше. Моя жалоба на стимбоя проста. Написано в themanime.org Очень часто в этом фильме нет никакого смысла. Фильм просто пронизан, разочаровывающим множеством сюжетных дыр и причудливых логических выкрутасов. Несколько боевых сцен в фильме, кажется, добавлены просто для того, чтобы сократить время его просмотра. И все неожиданные повороты либо настолько очевидны, что неэффективны, либо настолько необычны, что заставляют вас нервничать. Конечно, я с этим категорически не согласен. Мое мнение противоположно. Стимбой работает. Просто его правила, они как бы одновременно и восточные, и западные. И голливудские, и анимешные, то бишь японские. И поэтому у нас складывается впечатление, что мы смотрим некий продукт-симбиот, некое кино, в котором сочетаются несочетаемые части. Да, может быть, поэтому стимбой многим и не нравится. Но я в подобном проблемы не вижу. Абсолютно японский, азиатский, восточный материал Кацухира Атома использовал как западную, голливудскую, мейнстримно-развлекательную историю. Он попытался соединить два стиля в стимбоя. И опять же, с моей точки зрения, у него это получилось блестяще. И вот, стимбой ценен как испытательный полигон для анимационных приемов, как предмет визуального интереса и как пример того, как не нужно заниматься кинопроизводством. То есть авторы этого отзыва, этой рецензии, хотели сказать, что их, безусловно, впечатляет анимационная, визуальная составляющая стимбоя. Но содержание, простите, не впечатляет. А я буду спорить. Вот Мэтчу Лейланд пишет, что в стимбое нет юмора. Словно бы в любом аниме-фильме этот юмор должен быть. И, конечно, наверняка Лейланд имеет в виду не просто шуточки-прибауточки, а скорее особое настроение, вызывание интереса у зрителя. Но нет, стимбой действительно с одной стороны канонический продукт, а с другой эксперимент вызывает смешанные зрительские эмоции именно потому, что пытается прорваться в новую нишу, при этом соединяя, как я вам уже сказал, старые традиции. Но разве не в этом ли суть стимпанка? Это фантастика о прошлом, то есть наше представление об альтернативной реальности. Мы как бы используем силу прошлого для того, чтобы рассказать историю о будущем. И это, конечно, безумно интересно и в нашем контексте метафорично. Читаем дальше. Аниме newsnetwork.com Стимбой явно пытается подражать сюжетной структуре западных блокбастеров, о чем я вам уже и рассказал, но все же сохраняет достаточную японскую проницательность. Мультфильм Атома как будто взял лучшее от обоих миров. Ну, наконец-то пишут то, что я думаю. Умная философия в японском стиле в сочетании с захватывающими боевыми эпизодами в западном духе и темпе. Проще говоря, стимбой — это шедевр. Вот, 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 вот и вот. Действительно, я вижу стимбоя точно так же. В нем сочетаются разные величины, разные направления — запад и восток. И, наверное, поэтому он и не нравится многим зрителям. Потому что те, кто ожидают от стимбоя стандартного аниме, получают еще от него и западную традицию. А те, кто ожидают обычный западный блокбастер, то есть мультипликационный фильм уровня, ну, почему бы и нет, Диснея, в итоге получают все же задумчивую, я бы даже сказал, интеллектуально-философскую притчу. Ведь в стимбое разрабатывается множество тем, да и на японский лад. Это сложная и закрученная история взаимоотношений между разными государствами. Это критика капитализма и милитаризма. И все это, весь этот винегрет, все это заварено в едином котле, которое можно назвать западно-восточным мультфильмом, голливудско-японской продукцией. Нет, стимбой совсем не так прост, как может показаться на первый взгляд. Читаем дальше. Визуально стимбой банкет всего и вся. Создатели мультфильма успешно объединили 2D и 3D анимации в технике, напоминающей визуально поразительный мультфильм «Мамору Асии», очень рекомендую, «Призрак в доспехах. Невинность». Это сиквел оригинального мультфильма «Мамору Асии», вторая часть, и она ничуть не хуже первой. Читаем дальше. Пышно детализированная викторианская обстановка — это великолепный фон для боевика, и команда не пожалела средств, чтобы воплотить свои замыслы в жизнь. В фильме компьютерная графика используется в умеренных количествах. Художники в основном полагаются на высокотехнологичную и прекрасно реализованную традиционную анимацию. В этом фильме нет ни одной ошибки в рисунке. Да, я повторюсь, и, наверное, сегодня буду повторяться часто, но уж простите, выступаю в качестве адвоката совсем не дьявола, а ангела Стимбоя. Не забывайте о том, что Стимбой, и это признают даже критики мультфильма, визуальный шедевр, ну уж визуальный так точно, посмотреть этот мультфильм стоит хотя бы ради того, чтобы насладиться его прорисовкой. Читаем дальше. Визуальные эффекты Стимбоя служат его повествованию. И я точно так же на этом настаиваю. Нет, здесь эффекты, вот эти голливудские, блокбастерские эффекты, которые мы привыкли воспринимать отдельно от сюжета в голливудском кино, и которые совершенно самодостаточны, и существуют для того, чтобы нас развлечь, воспроизвести эффект парка аттракционов. Так вот, в Стимбое они не отрываются от сюжета, они являются его составной частью, элементом, и это не может не порадовать сердце как зрителя, так и критика. Читаем дальше. Слишком часто, в подобных, высокобюджетных работах, мы видим, как сюжет переполнен бессмысленным экшеном, придуманным исключительно ради эффекта, о чем я и говорю. Но Стимбой избегает этой ловушки. Все здесь рассказывает и направляет историю. Так что подумайте об этом. Стимбой не может не нравиться. Дальше. В Стимбое Кацухира Атома действительно кое-чего добился. По сути, он первый японский автор за пределами студии Гибли, который успешно преодолел культурный барьер между американским и японским фильмом, создав что-то, что является удачным западно-восточным гибридом. Опять-таки, ну что поделаешь, я говорил то же самое. Его, то есть Атома, фильм точно развлечет обе аудитории, понравится и японцам, и американцам. И вот что еще пишут. В отличие от другого современного создателя аниме, не менее популярного, чем Кацухира Атома, Хаяо Миядзаки, анимационные фильмы Атома, гораздо более доступны для широкой аудитории. Во как. Миядзаки придерживается так называемых высоких концепций и предпочитает сложное повествование, наполненное аллегориями и японской мифологией. Атома же склоняется к более простому повествованию, которое в сочетании с потрясающей графикой его работ делает фильмы Атома более понятными для зрителей. И ни в каком другом аниме Атома это не проявилось так ясно, как в Стимбое. Не думайте, что в этой цитате есть противоречие с моими недавними словами о том, что Стимбой сложен, что в этом мультфильме вы можете отыскать интеллектуально-философскую подоплеку. Речь здесь не об этом. Речь о том, что произведение Хаяо Миядзаки это такой сложный пазл, это такая матрешка. Раскрываешь одну, а в ней следующая и так далее почти до бесконечности. Миядзаки бездонен. У Атома же линейная структура повествования. Да, в нем есть глубина, да, он разрабатывает множество тем, но концептуальность мультфильмов Кацухира Атома действительно более понятна массовому зрителю. Снова таки, Миядзаки не особенно любит западные подходы к анимации. Мы об этом, кстати, в подкастах о Хаяо Миядзаки довольно часто говорили. А Кацухира Атома наоборот, выросший на американском кинематографе, переживший существенное влияние западной культуры на себя, на свой стиль, с радостью принимает правила игры, ну, скажем, соседа с другого полушария планеты. Ему действительно по душе создавать таких вот стимбоев гибридов. И потому я буду на этом настаивать. Стимбой должен не нравиться всем, а наоборот привлекать наиболее массовую аудиторию. Почему так не получилось, об этом тоже можно бесконечно спорить. А что если вина на дистрибьюторе Sony, который выпустил стимбоя в американский прокат, который, ну, кроме как невероятно ограниченным, назвать нельзя. Мы этого уже никогда не узнаем. И вот еще пишут. Сценарий стимбоя не самый лучший из написанных сценариев. Да и в персонажах этого аниме не так уж и много глубины. Однако в этом нет особой необходимости. Сюжет стимбоя развивается в удобном для зрителя темпе, никогда не заставляя его думать, что он что-то пропустил. В фильме отсутствуют те длинные и скучные отрывки, которые заставляют вас украдкой поглядывать на часы или задумываться о том, многое ли вы пропустите, если отправитесь в туалет. Я вот, кстати, работая кинокритиком, часто сталкиваюсь с этой проблемой. Иногда дико хочется выйти в туалет, и ты сидишь и думаешь, стоит ли этот фильм того, чтобы терпеть и сидеть в зале, или же я могу выйти. В девяти случаях из десяти выхожу. Шедевров сегодня не так уж и много. Я, как обычно, отвлекаюсь на свой мочевой пузырь. И вот дальше. Визуальные эффекты стимбоя, особенно в том эпизоде, где викторианские версии танков и боевых машин разворачивают войну с лондонской полицией и королевским флотом, просто ошеломляют. Это и правда так. Заканчивается стимбой похлеще Акиры. Поразительно внимание Кацухира Атома к деталям. Каждая мелочь, каждый шов на одежде выглядит безупречно. Но при этом детализированность картины не отвлекает от ее сюжета. Многие аниме-фильмы склонны уделять слишком много внимания визуальным эффектам за счет сценария. К счастью, стимбой не страдает этой слабостью. И несмотря на некоторые незначительные слабые места, да, я тоже признаю, они в стимбое есть, сценарий его в целом надежен. А теперь противоположное мнение. Нед, Мартел, стимбой Кацухира Атома это нелепое, но захватывающее зрелище, подпитываемое более долговечным, чем пар ресурсом большими идеями. Об этом тоже не надо забывать. Атома большой идейщик, фантазер и выдумщик. Это правда. Хотя бы только почитайте его мангу Акира. Боже, сколько он всего напридумывал про наше будущее, живущее в эпоху пост-третьей мировой войны. Дальше Нед Мартел. Отношения Рея и его отца в стимбое Рей это главный герой мультфильма их противоположные жизненные пути отдаленно напоминают трагедию Люка Скайуокера и Дарта Вейдера. А вот Эс Хантер кстати копает глубоко. В стимбое пишет он нет изысканного японского стремления не раскрывать себя слишком ясно. И мы уже знаем почему. Потому что этот мультфильм японский мультфильм снимался в том числе с точки зрения западных традиций. Но при этом читаем Хантера дальше в стимбое явно заложена критика западной культуры. Одно другому не мешает. В нем разрабатываются такие вопросы как индустриализм господство массовое уничтожение амбиции и деспотизм. Вот такой вот детский мультик. А вот что написано на сайте Роджера Эберта. Стимбой это как будто Жуля Верна и Герберта Уэллса скрестили с Акирой. Ну что взять это действительно сайт выдающегося кинокритика. В стимбое Кацухира Атома заложен большой потенциал однако он растрачивается на необычайно скучный и длинный третий акт почти полностью посвященный громким бессмысленным и повторяющимся действием. Ну и что, что это опубликовано на сайте одного из самых популярных кинокритиков прошлого века. Я с этим не согласен. Читаем дальше. Сообщается, что Кацухира Атома работал над стимбоем в течение десяти лет. Рисовал бесчисленные анимационные кадры вручную, а иногда с использованием компьютерной графики. Теперь Джек Уилсон. Стимбой Атома имел бы все шансы понравиться Жюлю Верну «Будь тот жив» или Бастеру Китону. Еще один возможный поклонник стимбоя я рекомендую вам почитать его книги. Писатель Майкл Муркак, действия романов которого часто происходят в альтернативной Европе конца девятнадцатого века и точно также посвящено жанру стимпанк. Далее Стимбой мог бы быть близок и понятен писательнице Джоанн Эйкен никогда кстати о ней не слышал в детских произведениях которой присутствует точно такое же восхищение дурацкими изобретениями в духе девятнадцатого века вроде ружья стреляющего через Атлантический океан или плана поставить вестминстерское аббатство на колеса и сбросить его в темзу Дальше Стимбой это пессимистическая аллегория современности и границ разума Тут Уилсон копнул глубоко и не по-детски На самом деле Стимбой действительно довольно пессимистическое произведение Да и вообще Кацухира Атома частенько рассказывает подобные я бы даже сказал нигилистические истории в своих аниме Ну вот разве Акира это счастливое произведение Вот-вот Продолжаем читать Уилсона Как сказал бы Кацухира Атома ну то есть в отношении своего Стимбоя Дело не только в том что наука может быть использована в злых целях Потенциально деструктивная воля к власти присутствует в науке с самого начала в ее стремлении овладеть материей и преобразовать ее Тем не менее Атома как и главный герой его мультфильма по-прежнему влюблен в машины и их возможности до такой степени что человеческие персонажи Стимбоя в конечном итоге превращаются в винтики одной единой системы как в Метрополисе Фрица Ланга Тоже очень глубокая критика Уилсон выявляет то что так же можно назвать причиной из-за которой Стимбой многим не понравился Говорят же что персонажи в этом мультфильме плоские так вот вам кстати одно из возможных объяснений преклонение перед машинами Атома просто забывает о своих живых персонажах и наверное это полная правда это можно вменить ему в кавычках в вину Вакире происходит то же самое настолько Кацухира Атома нравится рисовать всякие ландшафты урбанизм здания технику все что угодно но только не человека вернее человека он тоже любит рисовать но для него объекты субъекты не раздельны в своем значении они едины по своей значимости ему так же интересно здание как и например какой-нибудь Тэцуо и в Стимбое это так же ощущается ему нравится прорисовки пара ему нравится вся эта монументальная викторианская техника ему нравится играться с фоном и как я уже сказал архитектурой в этом весь Кацухира Атома в нем одинаково сильны и художник и фантазер но иногда одна атомовская часть доминирует над другой и может быть в Стимбое художник Кацухира Атома победил Атома фантазера но я никогда с этим утверждением не соглашусь достаточно посмотреть Стимбое чтобы паразиться это слово уже стало паразитом но повторюсь глубиной идей мультфильма Кацухира Атома продолжаем читать Уилсона хотя философские амбиции Стимбое так и не были полностью реализованы Кацухира Атома я все равно оцениваю эту картину как один из самых увлекательных фильмов года аплодирую в своем мифическом возвращении к истокам современного мира пишет Уилсон Атома возрождает давнюю мечту о том что при помощи технологий человечество в состоянии покорить природу А теперь 16 мм chrineblagpost.com Стимбой это аниме в стиле Алана Мура да да это тот самый Алан Мур который сочиняет выдающиеся комиксы вроде болотной твари хранителей или лиги выдающихся джентльменов и правда есть что-то визуально эстетическое роднящее стимбоя с творчеством Алана Мура британского комиксиста и автора дальше в основе стимбоя гуманистическая и антииндустриальная философия хотя Кацухира Атома преклоняется перед механизмами все-таки он находит себе силы их критиковать дальше animation for adults .com стимбой красив он изысканно сделан но стимбой это не Акира ну как тут поспоришь да стимбой это не Акира дальше прибитый собственной философской тяжестью стимбой не смог стать таким же захватывающим какой была первая работа режиссера Кацухира Атома то бишь Акира притча может быть той же человек думает что может контролировать технологии но на самом деле это не так да только в Акире угроза была глобальной она изменила мир а неконтролируемая паровая сила в стимбое такой угрозы не представляет а значит не трогает зрителя так как это было в Акире разум сошедшего с ума мутанта куда страшнее любой паровой бомбы я с этим согласиться не могу достаточно посмотреть получасовой финал стимбоя чтобы восхититься масштабностью происходящих событий но да если мы меряемся разрушениями то в Акире речь шла об уничтожении всей вселенной а в стимбое всего лишь о разрушении доброй половины Лондона если меряться так то конечно признаюсь что стимбой куда менее масштабный но дело же не в этом а в том какой саспенс какое напряжение вы переживаете во время просмотра Акиры и стимбоя а для меня это напряжение было почти идентичным дальше стимбою попросту не хватило тяги красиво закрутили ведь это стимпанк про паровые двигатели basementjacks.com пишут стимбой не поджег мир так как Акира снова и снова как у Орсона Уэллса я об этом рассказывал в прошлом подкасте все последующие работы Кацухира Атома продолжают сравнивать с Акирой ну собственно как у Орсона Уэллса любой следующий фильм сравнивали с великим дебютом гражданин Кейн стоит уже отвязаться от этой концепции что Атома это только Акира нет не только да посмотрите хотя бы воспоминания о будущем посмотрите хрупкий мир о котором я еще запишу подкаст это самодостаточные и очень интересные работы Грейди Хендрикс режиссура монтаж и диалоги в стимбое такие же безрадостные как и видео об аэробике боже зачем я все это зачитываю критиканы Люк Спейфорд сюжет стимбоя представляет собой обыкновенную погоню за Макгаффином что он имеет ввиду ну Макгаффин это такой термин который принято применять к творчеству Хичкока правда сегодня он уже живет своей жизнью Макгаффин это придумай что угодно и застав героев фильма за этим бегать пусть у них будет какая-то совершенно бессмысленная цель главное чтобы она приводила их в движение если вы хотите снять занятный действительно увлекающий зрителя триллер говорил Альфред Хичкок то придумайте такой вот Макгаффин необходимо чтобы герои приходили от него в движение чтобы в фильме присутствовала динамика и в каком-то смысле Люк Спейфорд хочет сказать что в Стимбое подобным Макгаффином является та самая супер-пупер паровая бомба но при этом он продолжает все-таки Люк Спейфорд из нашей когорты Стимбой необходимо причислить к разряду киноклассики прискорбно что критика отнеслась к фильму без участия а прокат оказался слабоватым мы должны изменить свое отношение к Стимбою фильм Кацухира Атома имеет полное право стоять в одном ряду с такими работами как Аладдин или рыбка понио на утесе боже я сейчас расплачусь в Стимбое есть все что есть в них и возможно даже больше Брайан Кахал с моральной точки зрения Стимбой очень хорош да не будем забывать о том что с точки зрения воспитания детей и подростков Стимбой тоже великолепен Майкл Карунос Стимбой это притча о необузданной власти кстати эта тема всегда интересовала Атома и не важно какова природа этой власти то ли я генерал у которого есть огромные войска и я могу совершить переворот то ли я мальчик супергерой а точнее суперзлодей Скотт Гвин по степени зрелищности динамизма и экшена Кацухира Атома в Стимбое уподобляется эдакому японскому Майклу Бэю точнее и при этом смешнее не скажешь это и правда крайне зрелищный мультфильм ну вот как его можно ругать совести у вас нет CinemaCrazy.com Стимбой это дань уважения Фрицу Лангу Вообще Фриц Ланг для Кацухира Атома знаковый немецкий кинорежиссер и речь идет не только о знаменитом Метрополисе которого в определенной степени Кацухира Атома воспроизвел в одноименном аниме Ринтаро об этом мы еще как-то поговорим в следующих подкастах речь о том что эстетика и даже мировоззрение выдающегося немецкого режиссера Фрица Ланга повлияли на Атома есть что-то Ланговское в мультфильмах Кацухира Атома кстати про Ланга мне обязательно стоит записать множество подкастов это выдающийся режиссер с которым на равных например чтобы вы поняли степень его значения для истории мирового кино говорил сам Жан-Люк Гадар а он по его же словам терпеть не мог динозавров и раз для Фрица Ланга сделал исключение да еще и такое что изобразил его в своем фильме презрение значит на Ланга точно стоит обратить внимание ведь его не отверг сам Гадар кстати о Гадаре скоро тоже запишу 5 миллионов подкастов Нил Воркестер Стимбой это итог кульминация десятилетий японской анимации как и другие фильмы подобного рода ставшие революционными для своего времени с точки зрения технической реализации Стимбой возможно спустя 10-13 лет уже не будет производить такого интенсивного завораживающего визуального воздействия на зрителей вспомните Матрицу Парк Юрского периода или Аватар когда-то эти фильмы были переломными моментами в истории развития кино но сегодня они уже кажутся не такими прорывными как когда-то а все потому что использованные в этих фильмах технологии стали обычным делом теперь они повсеместны вероятно Стимбоя ждет похожая участь я правда загадывать не могу вот давайте капитально состарюсь лет эдак до 80 и специально запишу отдельный подкаст расскажу о своих впечатлениях от старого Стимбоя ну и стиль и тон Стимбоя значительно отличаются от таковых у Акиры из-за чего ряд фанатов посчитал Стимбоя чересчур детским фильмом тоже в яблочко теперь Джерри Бек идея Стимбоя впервые зародилась в сознании Кацухира Атома в 94 году во время работы над пушечным мясом это один из фильмов аниме-антологии воспоминания о будущем там режиссером выступает сам Атома так вот воображение режиссера захватила идея мира механических паровых машин однако его концепции по созданию реалистичного анимированного пара оказались чересчур революционными для своего времени так как требовали чересчур прогрессивного сочетания компьютерной графики и традиционной рисованной анимации таким образом Атома продолжал трудиться над концепциями и сюжетом фильма вплоть до 1997 года когда проект реально жестко запустился в производство дальше попытки Кацухира Атома создать стимбоя и выпустить его в кинотеатральный прокат сегодня кажутся такими же героическими как и усилия главного героя мультфильма Рея Стима у Атома ушло на этот мультфильм 10 лет бюджет мультфильма составил колоссальное для аниме 22 миллиона долларов много времени Атома потратил на изучение технических деталей чтобы удачно объединить традиционные методы рисованной анимации с компьютерной графикой и цифровым кинопроизводством и он таки добился своего в стимбое присутствует бесшовное сочетание визуальных эффектов верно служащих виденью режиссера его эпической фантазии и вот так чтобы сделать фантастику в стимбое правдоподобной мультфильм должен был воссоздать на экране реальный мир который когда-то существовал команда Кацухира Атома искала и находила множество оригинальных паровых двигателей фабрик и образцов ранних технологий также она посещала музеи и старые кварталы Манчестера чтобы воссоздать ощущение жизни в Англии 19-го столетия вскоре креативный мозговой центр компании Атома обнаружил что создание научно-фантастического фильма действие которого происходит в эпоху Жюля Верна это более сложная задача чем создание полностью воображаемого мира которого никогда не существовало и это логично ведь когда ты создаешь с нуля это одно а другое дело когда ты требуешь хоть какой-то исторической достоверности это уже совершенно другой вызов ну и напоследок так сказать десерт Кацухира Атома пускай он сам расскажет нам про стимбоя со стимбоем говорит Атома вышло так к тому моменту я решил что мое следующее аниме не должно быть футуристической фантастикой а должно наоборот быть посвящено 19-му веку я это придумал потому что использование тогдашних CG технологий для воспроизведения будущего в аниме стало слишком очевидным и простым решением вот я и взял и перенес свою историю в 19-е столетие ну и еще я решил что паровые двигатели сами по себе выглядят круто в общем мне захотелось создать аниме с антуражем 19-го века и паровыми двигателями используя для этого компьютерную анимацию со всеми этими великолепными эффектами это и привело меня к английской промышленной революции и всемирной выставке в лондоне у меня была идея изобразить на этой выставке невероятные механизмы основанные на работе парового двигателя используя для этого как я уже сказал компьютерную анимацию именно такова была оригинальная концепция стимбоя к сожалению так как производство этого фильма часто откладывалось к тому времени когда мы закончили стимбоя и выпустили его в прокат cg анимация уже не являлась передовой технологией и в этом возможно тоже уж говорю я вам от себя это не слова атома и заключается причина финансового провала стимбоя в прокате дальше атома на стимбоя у меня в общей сложности ушло 10 лет на третий год работы над ним начался процесс продакшена то есть только три года атома готовился к тому чтобы начать создавать эту мультипликационную работу ну понимаете сколько всего было сделано для стимбоя дальше атома за 10 лет работы над стимбоем в плане содержания фильма ничего не изменилось думаю мое впечатление от законченного фильма такое же как и от его первоначальной задумки а это уже кстати выявляет в атома большого мастера и художника молодец профессионально справился с поставленной задачей все-таки 10 лет это колоссальный срок обычно за такое время мультфильм или фильм неважно все что находится в долгом производстве или как еще говорят в Голливуде в производственном аду такое тоже случается может само по себе меняться и мутировать но с атома такого не произошло он твердо держал руку на пульсе дальше читаем около четверти стимбоя 25% создано при помощи CGI анимации компьютерных технологий теперь вы знаете цифровая анимация в стимбое это всего только дополнение к анимации традиционной да не думайте что хоть какой-то элемент фильма у Кацухира атома находится в отрыве от его содержания от скажу напрямую миссии мультипликационной работы нет и компьютерные эффекты и традиционная рисованная анимация все это настолько тесно шито вместе и атома не просто так применяет и то и другое в своем мультфильме что именно в своей сумме в своем синтезе это производит наилучшее впечатление на зрителя то есть когда атома чувствует что нужна именно компьютерная анимация он ее не использует на голом месте а в конкретной сцене и с конкретной целью дальше в стимбое передо мной стояла задача максимально эффективно доподлинно изобразить технологии но не футуристического мира научной фантастики а технологии в прошлом а вот секрет сюжета от атома в основе стимбоя отношения человека и технологий а еще отца и сына и последняя его цитата террористическая атака 11 сентября и война в Ираке оказали большое влияние как социальные явления и они возможно несколько повлияли на стимбоя вот видите а вы говорите пустопорожний мультфильм нет это не так не смейте говорить подобного и самое самое последнее просто приятная и интересная мелочь прочитал ее на АМДБ когда Рэй это главный герой стимбоя если вы забыли в начале фильма идет по Манчестеру то в течение нескольких секунд в кадре можно увидеть Карла Маркса и Фридриха Энгельса ведущих беседу друг с другом Маркс тот что меньший с седыми волосами и бородой а Энгельс тот который более высокий с бородой и усами в то время когда происходит действие мультфильма Энгельс и Маркс как раз проживали в Великобритании вот вы скажете зачем нам это знать ну простите это касается мировой культуры Маркс и Энгельс кстати интересно каким бы было учения Маркса в такой вот альтернативной реальности стимпанка ну да это пустые вопросы в общем итоги стимбой мультфильм хороший подкасты мои слишком длинные мир прекрасен спасибо что слушали возвращайтесь киноведы авторский подкаст Станислава Тарасенко да мультфильм мультфильм что пустые это мультфильм а что там